За время полномасштабного вторжения в Украину, российскую армию самовольно покинули почти 5000 человек. Выяснило издание проект. Все они, согласно законодательству, дезертиры, не пожелавшие умереть на фронте. Правозащитники же указывают, что резкий взлет статистики не предел. Подробнее о том, как российские дезертиры начинают новую жизнь, далее в эфире. Начало полномасштабной войны военнослужащий РФ Артем застал в тылу и попытался уволиться в запас. Но после объявления мобилизации его отправили в зону боевых действий. Воевал он в Луганской области и во время одного из отпусков решил дезертировать. Как только мне дали отпуск, это был сентябрь, я именно сразу написал в «Дите лесу» и уже там меня проинструктировали, как будет правильно выехать. Артем, один из двух тысяч дезертиров, которым помогла бежать организация «Дите лесу». В январе прошлого года бежавших непосредственно с фронта было всего 28 человек. А в январе 2024-го их уже почти 300. Замечают взлет статистики и в российских судах около пяти тысяч дел по дезертирству. На мою маму выходили сослуживцы мои и сказали, что я уже якобы подан в федеральный рост. Своим коллегам и военнослужащим я бы сейчас сказал, чтобы они быстрее одумались и все-таки приняли решение не участвовать в этой кровоправедной войне. Другой дезертир Иван рассказал изданию «Новая газета Европы», что обустроиться за границей ему поспособствовал проект «Прощай оружие». Команда волонтеров помогает людям, добравшихся до Казахстана, получить документы и остаться там на какое-то время. В эту страну едут многие мужчины, бежавшие из армии. У них нет загранпаспортов, а для въезда в Казахстан он и не обязателен. Я пытался уволиться еще до начала войны. Не нравилась военная система и я не хотел дальше связывать свою жизнь с военной службой. Никто из моих подчиненных не решался бежать, но когда мы все были в составе бригады на фронте, я по возможности каждого отправлял в отпуск. И большинство из моих подчиненных просто не вернулись из этого отпуска. Они под любыми предлогами увольнялись. По словам Ивана, если военный находится на поле боя, то нужно добиться отпуска, либо попасть в госпиталь, чтобы уехать с фронта, а потом законно или незаконно пересечь границу. Есть случаи, когда люди стреляют себе в ногу. Другой дзердир Кирилл рассказал, чтобы избежать службы, ему помогла чистая удача. Прибыли в военную часть в Бурятии, он вылез через дыру в заборе и тоже уехал в Казахстан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как нельзя эффективнее помочь своей стране. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА